Из какой посуды ели и пили во времена Пушкина? О правилах этикета и традициях застолья рассказывают в музей на набережной. Здесь открыли выставку антикварных вещей посуда доброй старины. 300 экспонатов из частной коллекции. Татьяна Кияева оценила красоту сервизов 19 века. Орехокол – форма для изготовления желе и расписанные вручную масленицы в виде фруктов, ягод и овощей. Этой посудой пользовались во времена Пушкина. У каждого предмета своя уникальная история. Жемчужина коллекции – рюмка начала 19 века. Ножка, да, само основание рюмки квадратное. Это редко было, редко можно встретить. Наши прабабушки и прадедушки уделяли особое внимание чаепитию. Каждая хозяйка гордилась своей чайницей. Напиток дополняли сливками, молоком и медом. На десерт предлагали помадки, пастилу, карамельки, клюкву в сахаре и орешки. С этой чайницы началась коллекция посуды семьи Сулковских. Тонкая работа. Сделана из зеленого стекла с перламутровым оттенком и венецианской нити. Три сотни предметов 19 века собрала семья новосибирского художника Игоря Сулковского. Музей на набережной он – частый гость. Как-то пришел на выставку, кушать подано. Там регулярно посетителям рассказывают и показывают, как пользоваться старинными столовыми приборами. И вот на одной из таких гостиных нам представился коллекционер. И сказал, что в их семье есть подобные предметы, но определенным образом систематизированные, собранные, например, коллекция чайниц или маслениц. Мы заинтересовались этим. И вот через несколько месяцев у нас появилась вот эта выставка, которая, на мой взгляд, дополняет уже имеющуюся выставку «Кушать подано». Семейная трапеза – особое время. В центр хозяйка ставила фарфоровую сырную доску. Застолье не обходилось без специальных подставок для приборов. Они могли быть самой разной формы. Вот в нашем случае, например, представлены из стекла, из хрусталя, металлические. Их на них укладывались приборы, которые уже попользованы были в еде, и чтобы не испачкать скатерть. После завершения экспозиции экспонаты вернутся в частную коллекцию. Увидеть посуду доброй старины в залах музея можно до конца февраля. Татьяна Кияева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok